Молимся. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия. Не допусти уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Сергей, микрофон. Мы продолжаем исследование пособия по изучению Евангелия от Марка сегодня 17 марта 2019 год. Третья глава с 20 по 35 стихи. Простите, Николай Астахов сейчас добавил. Приходят в дом и опять сходится народ так, что им невозможно было и хлеба есть. И услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе вельзевулы, что изгоняет бесов силу бесовского князя. И призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану, если царство разделится само в себе, не может устоять царство твое. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. И пришли матери, братья его, и стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему, вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои, вне дома спрашивают тебя. И отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат, и сестра, и матерь. Недоумение ближних было весьма понятно. Он бросил свое ремесло, увлекся проповедничеством, не родил о своем здоровье и даже о пище. Стих двадцатый. Нарушает общепринятые правила. Вторая глава пятнадцатый стих. Религиозные обычаи. Вторая глава восемнадцатый стих. Возбуждает против себя книжников. Третья глава шестой стих. И придворную партию и так далее. Поэтому они, естественно, и опасались, что он лишился разума и хотели уговорить его вернуться домой. Он и это горе испытал на себе быть непонятым самыми близкими родственниками. Евангелие от Матфея, десятая глава, с тридцать шестого по тридцать седьмой стихи. И врагу человеку, домашний его, кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня. Евангелие от Иоанна 7.5. Ибо и братья его не веровали в него. Поверили позже. Книга Деяний. Первая глава четырнадцатый стих. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса и братьями его. Христос почитал как должно своих родителей. Читаем в седьмой главе с десятого по тринадцатый стих. Но он не допускал, чтобы какие бы то ни было земные узы остановили его в данном ему от Бога служении. Евангелие от Луки 14 глава 26 стих. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери и жены и детей и братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Так, ну я думаю стоит остановиться. И порассуждать над прочитанным. Да что ж такое, я не могу ничего сделать. У кого какие дополнения, соображения? То есть, ну вот, прочитали вот Ахулена Духа Святого. Что это такое? Какие примеры, может быть, у кого есть жизнь и вот к ненависти, как к какой-то, ну, казалось бы, с первого взгляда странное учение. Господь учит ненавидеть жену, детей, даже жизнь свою. Бог же есть любовь. Почему такое учение? Кто может разъяснить нам из присутствующих на эту тему? Пожалуйста. Ну вот, ибо говорили, что в Него нечистый Дух. Кто говорил? Родные, видимо, или же. И вот Он говорит страшные слова, что не проститься вовек. Как же, Бог ведь милостив, Он все грехи прощает. Вот Евгения Шкалина пишет, что многими скорбями подобает войти в Царство Божие. Матери, Отца и братьев, только если они препятствуют прийти к Христу, а так по толкованию. Так по толкованию. Да, тут правильное замечание, что если только они препятствуют, тогда Господь призывает их ненавидеть за то, что они препятствуют, а не просто как плотских родителей. Ибо Господь говорит, почитай Отца и Мать. А впереди скорби-то от чего у нас, у христиан? От того, что родственники, близкие наши, родные по плоти люди нас не понимают. Вот, они считают нас безумными, о здоровье не заботятся, проповедуют, ходят совсем, как говорится, с ума, с катушек съехал. Часто мы такие, в свою сторону слышали слова. И слышали ли? А если не слышали, то почему? А может, мы от мира и ничем не отличаемся? Мир любит свое, и поэтому Господь и предупреждает. Гнали меня, будут гнать и вас. А если не гонят, значит, ничего и не было. Можно, брат, вставить слово немножко? Да, конечно. Вот слово возненавидеть, да, своих родных, если они тебе будут препятствовать, именно делать дело Божие, как вот мы сейчас прочитали. Например, вот я с Урала приехал сюда, на Алтай, потому что понял, что Господь меня призывает здесь именно трудиться во славу Его имени святого. А родственники меня отговаривали. Я просто встал и последовал за Христом. То есть в это вот как раз слова и входятся, возненавидеть. Ты знаешь, что я там с ненавистью должен вообще к ним отпуститься. Просто сделать, как Бог повелел, и пошел, и все, и пошел. Как Господь сказал, так и сделал. Несмотря на то, что они там говорят. То есть, как вот апостол сказали, говорит, кого нам более слушать, Бога или человеку? Как Господь говорит, а ты иди за мной. Все закончил. Спроси Христос. А еще, мне кажется, можно так понять, что вот до того, как человек родился свыше, у него любовь-то к родителям, она тоже такая плоская, греховная, и к себе тоже. И вот эту любовь надо выбросить, приобрести другую любовь, которая во Христе уже. А ту любовь надо выбросить, они иначе друг другу противоречат. Так, еще желающие, пожалуйста, на эту тему поговорить. Может, примеры у кого-то, вот как у Володи есть из жизни, что действительно кому-то препятствовали, какое еще местописание, что и враги ваши домашние будут. Нет пророка в своем отечестве. Если враги домашние, то что они, получается, в полу на Духа Святаго делают? Ну, если препятствуют и говорят, что ты безумствуешь, то выходит вот так. Сергей, мне кажется, тут надо разобраться про Холу на Духа Святаго, потому что если человек не знает и говорит, это одно дело. Если знает, говорит, другое дело. Спасибо. 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 Давайте разбирайтесь, разбирайтесь. Что значит, знает или не знает? Ну, вот, к примеру, человек может учить каким-то учением, и ты можешь учить. А если, например, человек воскрес, его болитка, ну, то это явно уже дело Божье. Это никак нельзя хулить, вот это уже такое дело, то, что не может ни кем быть выполнено. И вот это, мне кажется, тоже является хулой на Духу Святого. Хотя, в принципе, самого человека, как Христос говорит, то есть если меня похулите, то есть он как про себя, то можно. Но, говорит, если вы видите вот эти дела-то, то как это может хулить? Это уже непростительно. Ну, правильно. А родственники, какие ваши дела видят, если они видят, что вы тут в грамм ходите? Какое тут хула? Тут никакой хулы нету, получается. У меня тоже ситуация. У меня у матери не нравится ей, когда я бороду отпускаю. Но я прекрасно понимаю, что когда близкие препятствуют нашему спасению, они всего лишь являются орудием дьявола, орудием лукавого, и нужно молиться за них. Да, вот есть у кого-нибудь пример, чтобы не нравилось, что вы заповеди исполняете? Борода – это внешняя ерунда какая-то. Ну, поговорят и поговорят. А вот вы заповеди исполняете, и на вас гонение из-за этого родственников. Вот такое есть у кого-нибудь? Ну, говорят же, бывает, что «Ой, святошу из себя делаешь!» Ну, вот. Не, конкретный пример. Это абстрактно очень. Святошу в каком смысле делаешь? Заповедь конкретную, которую вы исполнили, а вам говорят, что святошу делаешь. Есть такое? Ну, вот я за бороду бы еще хотел сказать. Ну, разве… Это заповедь. Про бороду заповедь. Это заповедь. Это тоже заповедь. Она в Библии написана. Если мы верим, что Библия написана святыми божьими человеками, будучи движимым духом святым, то все, что в ней говорится, все писание Бога духовновенно, если сказано, не порти края бороды, то это заповедь. И она не отменена в Новом Завете. В Новом Завете отменены жертвоприношения животных, а мертвитье, что? Сергей Павлович, можно добавить? Давай. Например, Господь сказал, идите проповедуйте Евангелие всей твари. Это заповедь Божия? Заповедь. Заповедь. А когда ты людям идешь, благовестуешь и при этом раздаешь Евангелие, ну или хотя бы просто словом говоришь, и родственники твои говорят, зачем ты это все делаешь? Ну, ходил бы ты к храму и просто молился, зачем ты другим людям-то пристаешь? Начинаешь учить их к чему-то. Кому надо, они сами придут к Богу, что ты к ним влезешь в душу? То есть, вот такие подобные у меня были вопросы. То есть, они создают препятствия, чтобы я исполнил заповедь Божию, волю Божию, которую Господь нам заповедовал Иисус Христос. Идите проповедуйте Евангелие. Да, есть такое. Это еще говорит о том, что как Господь в Евангелии от Яна 3 главе 3 стихи сказал, что надо вам родиться свыше, и тогда вы увидите Царствие Божие. То есть, я своим словом сейчас сказал. Рожденный, рожденный свыше увидит Царствие Божие. То есть, ты увидишь дело Божие. То есть, в нем есть внутрь его Царствие Божие. Тогда ты увидишь это, что дело Божие. А если человек не рожден, слышал, он этого не видит. От него закрыто это. И потому он считает, что человек тот, который что-то делает, там раздает Евангелие людям, говорит о Христе, о Боге, о Вечности. Это он считает, что как за безумие. Что ты как бы с ума сошел. Может не напрямую, но по крайней мере так думает. А православные многие думают, что ты просто в прелести, в гордости, хочешь других спасти, когда сам себе еще не спас. Вот у них на это такое в основном. Когда они тебя видят, они хоть не говорят, но думают так. Я просто по себе знаю. У меня муж сильно восставал против десятины. Фибролюбие сильно у него развито. Было. А он с вами в храм ходит или как? В их уже семь лет. Но он умер уже. Ходил в храм с вами до этого? Нет, нет, он не верующий. А вы у него десятину отнимали или он вам запрещал свои деньги? Мне запрещал, мою десятину запрещал. Ну вот сказано, что хулана духа не простится. И вот когда что вот это такое, чтобы нам не похулить духа святого, понимать, что это такое, давайте порассуждаем на эту тему. То есть, если он родственник какой-то говорит, ну что ты, или тебе, или он кому-то говорит, здесь вот конкретно Христу говорили, что в тебе бес, и поэтому Господь сказал, что не простится этот грех подлежит вечному осуждению. Дальше он говорит, не в 7 веки, не в будущем. Но неужели родственник, который, ну у меня, моя мама в свое время, она не пускала меня на занятия, когда я тихонечу, кто-то и сказал, что это секта, и все, она вот так вот отряслась, и не пущу. Но она, правда, не говорила, что я там безумный, или что там, поэтому я считаю, что там не было хулы на Духа Святого, она и крещение потом в потерявке приняла. А тут говорится, что есть такая какая-то грань, вот, видите, тут, видите, и всех даже их грехи, хуления, какими бы ни хулили, все это простится. Но кто будет хулить Духа Святого, ну у нас он есть, Дух Святой, могут Духа Святого, который в христиане не похулить, люди. Человек явно делает там больские дела, что, ну явно видно, что это человек от Бога. И будут говорить, в нем бес, вот он Библию знает, это вот бес ему, это уже хула на Духа Святого, получается, то есть, никогда человек в этом уже не покается, грань переступлена. Это хула, а если покаяться или не покаяться, это мы не знаем. Но хула на Духа Святого это такой грех, который не простится, то есть, в котором уже нет покаяния, то есть, человек бы хотел даже уже покаяться, но он просто не может, то есть, Господь не дает им покаяния. Сергей, вот живой пример в наше время, Игнатий Тихонович, да, он раб Божий, он служит для Христа, Александр Синицкий что делает? Хулит его дела, и не только он, это и есть хула на Духа Святого, когда хулятся добрые дела, которые делаются ради Христа, для Бога. То есть, человек посвятил свою жизнь Богу, да, он рождён и свыше, он служит для Христа, и кто-то увидел и говорит, а что ты там, это, Иисусика, допустим, своего почитаешь, или ещё что-то, то есть, он хулит его дела, то есть, его доброе даяние, благое даяние из души, которое исходит. Это и есть хула на Духа Святого. У нас есть брат, кстати, здесь, в сообществе, который говорит на Игнате Тихныча, да, это еретик православия, а теперь покаяться не может, излобится, излобится. Да. Клевета на Божьих, значит, это детей Божьих, это их хула. Именно клевета, то, что он, но он знает, что это клевета, или, или, что им движет, этим человеком. Ну, а если он плотской, нерождённый свыше, как он может знать, что это клевета? Он не осознаёт? Да, многие нерождённые свыше, но проповедует он, и проповедует, и он мне не мешает, что я его буду... Гордость мешает ему покаяться, он сильно гордый. Думает о себе, он сам. Нет, Наташ, одни люди хулят, а другие, ну, просто в сторонке стоят, то есть, они не хулят, они никак вообще не относятся, и тот, и другой нерождённый свыше. Но, один нерождённый свыше может ещё потом, когда-то родиться, а другой, может быть, и когда-то был рождённый свыше, отступил от веры. Дениса Завис, Сатана, он был самый осеняющий ангел, там, возгордился, и Христа предали и зависть, и зависть двигателей вот этих вот всех, может быть, сребролюбия, кто заставляет этого Синицкого эти ролики делать? Для чего он это делает? Ну, это делает в основном отступники от веры. Братья и сёстры, братья и сёстры, он, как? Ну, давай, Наташа. Ну, это делают отступники от веры. Вот, очень многие люди, которые были православными и вышли из православия, да, вот, они начинают уже хулить. Православные там и иконы, и Богородицу, это же всё хуление, на Духа Святого, на добрые дела. Сергея Козлова тоже там и матерками, и всё, а он же для Христа трудился, это тоже хуление. Всякое доброе даяние от Отца Света, да, благое даяние, добро. А человек, который делает зло, он и клевещет, и хулит. То есть, если тебя хулят за имя Христово, это показатель того, что ты на верном пути, то есть, ты идёшь по стопам Христа, ибо он сказал, гнали меня, будут гнать и вас. Ну вот ещё пример, как бы, ну допустим, прелесть, вот человек в прелести, и есть ещё благодать Божья. Вот многие не видят грань между прелестью и благодатью. Человек может просто думать, что человек в прелести, а на самом деле это будет благодать Божья. Самый обычный жизненный пример. Идёт человек, выносит мусор, ну там, до мусорника, скажем так, пройти, ну, с полкилометра километр. Другой человек выносит мусор, не выносит, а вывозит мусор на машине. И вот он едет на машине и думает, а, человек идёт себе мусор выносит, а я еду. А в этот момент человек, когда идёт, он может и старушке какой-то помочь и кого-то спасти. А человек, едущий на машине, может лишить кого-то жизни и при этом похулить святого, который может кому-то помочь. И вот прелесть это и есть пользоваться машиной, вывозя мусор, а не пройтись пешком. То есть он и похулит святость и воспользуется прелестью. А человек, который вынесет мусор пешком, поможет старушке, будет с благодатью Божией. А если я на машине всем помог, а пешком ходят и всех режут ножом, дальше что? Вы какие-то примеры странные даёте вообще? Я тоже про это подумал. Я поеду на машине, я свой мусор захвачу, ещё соседский, ещё по дороге насобираю, что я в прелести, а другой с одним пакетиком выбрался, о, он в прелести, он вон на машине едет. Ну, хорошо, когда такие люди, которые помогут другим вывезти мусор. А есть такие, которые просто довольствуются тем, что вот я могу вывезти, а ты ходи себе пешком. Как это к хуле на дух святаго относится, вообще непонятно. Можно из Василия Великого прочитать? Пожалуйста. Если есть демонстрация экрана, то да, сейчас прочитай. Вот вопрос, какими делами может кто хулить дух святаго? Ответ. Демонстрации экрана нет у Вас, демонстрации экрана никого нет. включил. А, нет ничего. Вот так есть? да. Какими делами может кто хулить духа святаго? Ответ. Из той хулы, какую произнесли тогда фарисеи, на которых и изречено сие осуждения, видно, что и ныне тот хулит духа святаго, кто действия и плоды святаго духа приписывает противнику. Сему подвергаются многие, нередко рачительно опрометчиво называя тщеславным того, кто показывает добрую ревность, ложно обвиняя в гневе и многое подобное лживо приписывая по лукавым подозрениям. Да, и в прелести также могут обвинить и в гордыне, и все. А он добрую ревность показывает. Добрую ревность. А почему приписывают противнику? Противник это вот и есть сатана. И так же и Христа он увидит, что от Бога делал. А это вот он силой князя Бесовского делает. Ну, вроде разобрались. Я думаю, может дальше почитать. Или у кого-то еще какие-то есть вопросы. Тщеслав Семенов, прелесть это когда человек дух дьявола воспринимает как дух божий. Прелесть. Ахулана духа святого это когда дух божий человек воспринимает как дух дьявола. Володя, что-то хотел или просто подсел? Да, просто я бы обдумываю, но сегодня до конца не созрело. Ну, вот это честно говоря про прелесть. Кто с этим согласен, что прелесть это когда человек дух дьявола воспринимает как дух божий. я что-то такое изречение это я тоже так думаю что прелесть еще часто обвиняются в прелесть. А что такое прелесть? Ну, кто знает, кто может быть. Может, и златоуста коль поищи Астахов. потому что надо нам знать потому что есть среди нас ревностные мужи и прелестился чем-то. Нет, прелесть и прелестился это разные слова. Хулана Духа Святого прелесть от слова славянского лесть обман прелесть бесовская прелесть бесовская состояние омрачения одной или нескольких сил человеческой души возникающей в результате воздействия на человека злых духов состояние самообмана самообольщения очарования вызванное кем-то или чем-то у Бринчанинов есть интересное определение прелести ну вот давайте прочитаем Игнатий Бринчанинов определяет прелесть как повреждение естества человеческого ложью да прелесть есть состояние всех человеков без исключения произведенное падением праотцев наших всем мы в прелести знание этого есть величайшее предохранение от прелести величайшая прелесть признавать себя свободным от прелести всякое да то есть ну как сказать прелесть есть повреждение естества человеческого ложью то есть мы должны признавать что после грехопадения естество человеческое оно склонно ко греху и склонно ко лжи склонно то есть и все мы ну волей-неволей иногда лукавим это бывает или там из-за трусости или за какой-то или там из-за того же сребролюбия ну всякие страсти обуевают на то он и лукавый чтобы ставить на подножки а великое достижение дьявола это доказать что его нет вот если ты думаешь что во мне прелести нет что дьявол надо мной не имеет никакой совершенно абсолютно никакой власти это может быть и есть прелесть действительно дьявол власти не имеет потому что власть нас христос но он искушает ему каждый день молитвы очень господи не веди нас в искушение значит он существует этот дьявол значит он борется за наши души тоже чтобы нас увлечь на свой ложный путь и если не признавать его ну как за силу как за личность что и то и бороться с ним как не знамо как поэтому правильно Бритянинов здесь говорит нам что ну нужно себе по крайней мере признаться в том что ты склонен к греху и склонен к этой прелести еще раз надо знать что прелесть имеет три главные причины гордость зависть бесов и наказательное попущение причины же гордости суетное легкомыслие или тщеславие зависть и бесов преуспеяние наказательного попущения греховная жизнь прелесть от зависти бесов и гордого самомнения скоро получает исцеление особенно после смирения но прелесть наказательную предание сатане за грех часто Бог попускает своим оставлением даже до смерти бывает что и неповинные для спасения предаются на мучительство бесов надо знать что и через прелещенных дух гордого самомнения иногда дает предсказание крайней степенью прелестного мнения является ересь противоположное прелести правильное духовное строение называется трезвение то есть прелестный человек самообман он думает все еретики они думают что они уже спасенные то есть по сути они все в прелести то есть они вот само само обольщены правильно я понимаю согласно слову божия да потому что спасены в надежде а у меня вот такой брат вопрос например ладно это сектанты говорится протестанты а вот если среди православных вот сам себя человек может исследуя понять что он в прелести вот например апостол говорит исследуйте себя верили вы здесь это все включается в это то есть ты должен сам себя исследовать может ты в каком-то грехе находишься а ты этого не видишь и вот здесь вот главный вопрос а в прелести ли я то есть можно и для кого поставить хотя слово божие это слова такого нету слова прелести все более уточнить ну вот так у меня сразу на мысль обманываем самих себя в повисковик забить но сейчас пока кто-нибудь поищите там про греховое говорится кто говорит что он безгрешен обманывает сам себя истины нет в них да, вот это мне кажется и есть прелесть к любому человеку начинаешь с ним беседовать я никого не убил я первый у него я никому зла не желаю я нормально себя веду я достоин в рай попасть а то что там бриты в галстике, да это все внешне то что в церковь не ходят, да зачем они попы они на яхтах ездят он сам себя успокоил как бы что с грехом бороться не надо у меня его нету этого греха что с ним бороться а у православных не так то есть он осознает себя грешником осознает что ему нужна помощь божественная в этой борьбе с этим грехом вот значит он когда человек исследуя себя замечает свои грехи вот сегодня пост и мы молимся дай мне видеть мои прегрешения и не осуждать брата своего если он видит свои прегрешения и знает над чем он борется то есть или хотя бы просит других покажите мне на мои грехи пожалуйста я вот их не вижу ну вот я вот в какой-то прелести вернее не в прелести а в опасности быть но я не вижу допустим правда вроде вот со всеми мирно живу враги меня поносят братья любят что еще надо как говорится живу счастливо со Христом вот а где-то там что-то где-то поленился где-то переел там у каждого свои есть тараканы скелеты в шкафу поэтому вот исследуешь себя так давайте тут нам в чат написали сейчас я прочту да вот Слава Ткачев пишет если говорим что не имеем греха обманываем самих себя истины нет у нас но с другой стороны тоже кто рожденный от Бога не грешит а раз ты говоришь что ты имеешь грех значит ты не рожден от Бога кто такое может говорить а этот как раз человек в прелести и говорит рожденный от Бога не грешит в том смысле что грех ему противен апостол Павел говорит все мы немало согрешаем понимаете грех нам противен но мы согрешаем потому что природа человеческая испорчена и без благодати Духа Святого без божеского вмешения без заместителя на его жертву мы сами не можем этот грех победить не можем о которой человек говорит что нужно надеяться только на самого себя на свои собственные силы я сам я сам вот это вот и есть гордость и прелесть или как там еще ее назвать также и те кто на яхте тоже в прелести что там за яхта непонятно Алексей пишет Числав Семенов Якова 1.26 если кто из вас думает что он благочестив и не обуздывает своего языка но обольщает свое сердце у того пустое благочестие выскакивают словечки выскакивает значит пустота все значит еще не не достиг совершенства кто язык не может укоротить свой как тело то укоротить тут и тело то не может там килограмм лишний появился там ибо кто почитает себя чем нибудь будучи ничто тот обольщает сам себя галатам 6.3 почему Господь привел когда поставил в пример детей поставил и сказал вот будьте как дети то есть он уже учеников они же там рассуждали кто из них больше да кто из них больше и сегодня как раз мы читали хочешь быть больше пойди помой ноги брата успокойся так Евгений очень правильно про противность пред грехами помилуй Господи души наши грешные не просто души наши грешные то есть ты осознал грех но нужно осознать то что ты еще и борешься с ним то есть ты противишься этому греху со всеми со всем стремлениям но не так я грешный супергрешный и впал в отчаяние мне никогда этот грех не победить сроду все мы грешные и один Господь связ так что теперь с грехом бороться не надо что ли надо это сказано для того чтобы человек не отчаивался что Господь милостив и готов простить любой грех ты только начни борьбу и попроси помощи у Бога ну вот слава Богу разобрались так про ближних проговорили про Духа Святого обсудили ну вот ну все все мы живем как бы вот и и мужья бывают неверующие жены неверующие дети неверующие и конечно это скорби большие приносят и у Христа тоже родственники ну не поняли его и как он скорбел с ними все детство провел как говорится ели с одной чашки а не на тебе а ты бес с чего вот Иоанна 7.5 ибо и братья его ну дети Иосифа не веровали в него не ворили как Бога но поверили позже вот Деяние 1.14 все они недодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами Марию Матерью Иисуса и братьями его то есть если они уверовали значит не было хулы на Духа Святого которое не простится или Господь их просто так бы постращал попугал их что ли выходит эти братья ну видимо они не хулили его они просто были ну как бы сомневающиеся и поэтому раз хулы не было то и значит есть путь возврата а есть такое что ну нету путь возврата как Наталья заметила братья вот он все Игнатий еретик то есть он в прелести все и он уже не может покаяться его колобродит все он злится все брызгает ядом и все зачем ты это сказал спроси его промолчал бы лучше у вас был бы там я вот сомневаюсь что может быть вот давайте разбираться брат можно дополнить давай ты привел 1 Иоанна 5 18 но только начало стихоописания что рожденный от Бога не грешит но рожденный от Бога хранит себя и лукав к нему не прикасается например когда Господь задумал убить Авеля Господь его останавливал он говорит смотри перед дверью грех лежит то есть Господь ему показывал его намерение что он хочет совершить убийство но Каин не остановился то есть он перешагнул эту черту и пошел убил брата своего даже любой из нас будучи христианином он это видит то есть та грань которой ему нельзя переступать чтобы не согрешить и однако он и даже переступает например я чувствую сам по себе что мне прям вот Игнатьев он мне что-то наставляет а мне охота что-то высказать ему то есть я понимаю что он прав с одной стороны а с другой стороны охота оправдаться и мне внутри как бы голос останавливает типа ну как бы мысль такая приходит что не надо говорить нет я выскажу я понимаю что я согрешил то есть ну как бы такое сказать тяжкий грех но по крайней я понимаю что я не должен в этот момент говорить просто выслушал поблагодарил и отошел вот я чувствую что именно дух именно не божий в этот момент тобой движет это я вот по себе по своему опыту уже убедился так же например за столом сидишь ты ешь да чувствуешь пища вкусная но у тебя смотрит желудок уже почти наполнен ты понимаешь по писанию ты должен что значит праведник ест до сытости написано да ты должен остановиться ты понимаешь что вот предел тебе пора остановиться нет ты в пищу вкусная тебе охота еще несколько ложек закинуть ты уже через некоторое время понимаешь что ты уже переел то есть ты уже этим самым чревоугодие проявил согрешил ну то есть вот таких вот мелочах даже начинаешь понимать где ты переступил черту вот это называется исследуй самих себя верю ли ты то есть верю как ты поступаешь как ты живешь о чем мыслишь говоришь что делаешь какой пример показываешь такой пример насколько ушел далеко в страну далече собираешься или возвращаться к отцу или уже все дороги назад нет имеется ввиду как блудный сын ушел от отца в страну далекую но он все-таки вернулся осознал что надо вернуться обратно домой ну так простите мне кажется просил отца отца раздеть имени собрался и ушел в страну далекую потом ел со свиньями в корыте там хотел рожки есть ему не давали но он покаялся и решил вернуться вот это как бы если сравнить с хулой на духа святого где эта грань когда можно вернуться ну вот он покаялся и решил вернуться домой к отцу вот он покаялся значит у него это как это не было хулой на духа святого а если решил не возвращаться ну и не пришла такая хорошая мысль ему в голову тогда все вот это будет хулай который уже не раскаянный он же отца не называл бесом не обзывал он просто пошел свое свое которое ему по закону предполагалось потратил а старший брат его остался ну то есть хулы не было ну да не подходит пример ваш вопрос наверное какая эпитемия за хулуна духа святого и что на это священник скажет правильно наверное так правильнее да нет эпитемии за хулуна духа святого она не простится ни в 7 веки ни в будущем эпитемия подразумевает собой церковность имеется ввиду эпитемия это церковное наказание за грех то есть даже человек покаялся в нем все равно его нужно наказать чтобы фредди он этот грех не повторял можно я как понял я не спрашивает что будет если он похулит как ему вернуться как блудному сыну обратно я так понимаю что покаяние должно быть да нет ну давай я не где-то грань когда я еще сознаю что я не туда пошел что мне надо остановиться и вернуться домой на праведный путь из греха выбраться как где-то грань когда ты осознаешь грех то значит грань не перейдена если ты не осознаешь уже что ты ну как вот в такой некой прелести что ну ты спасен уже вот и но иритики тоже это как бы высшая грани прелести но я тоже знаю примеры покаяния то есть они выходили из этой прелести духовная прелесть обман заблуждения обольщения обман обман духовная прелесть обман показал и исчезло обольщение в соответствии с православным вероупечением обманчивая святость сопровождающая высшей очень тонкой формой лести самому себе самообманом мечтательностью гордыням мнением о своем достоинстве и совершенстве спаси Христос Сергей Игнац то есть человек думает что вот ну часто Игнатия Тихоновича в этом обвиняют что он говорит что я там вот издал 38 книг я я я я но вы не забывайте что он это говорит только для того чтобы те хулители не увели учеников его за собою то есть он как бы обращается то не к хулителям не а вы сравните того лжеучителя и меня сколько я потрудился и сколько он что он сделал для спасения душ и что я поразмыслите апостол Павел он же не в прелести был я более всех вас потрудился более всех был в посте в голоде в холоде в темнице в прелести что ли больше всех посланий написал так так нужно и не забывать еще одно место кто мы тари блудники вперед вас войдут царство и небесное кому многое прощено тот много любит вот Павлу томушнему салу многое было проще он гнал церковь по сути хулил духа святого если так разобраться однако света сиял и нам пример вот что ну давайте профессора осипова послушаем минутный ролик все таки тема интересная хулина духа святого вопросов много я не задает Сергей не слышно звука нету давайте я включу у меня все сейчас заработает слышно меня ну вот я не знаю осип это есть сознательное противление тому что я вижу есть истина в плане каком особенно в каком принятии бога я вижу я убежден что бог есть слышите и потому я борюсь с ним вот оно хула на духа святого борьба против того что я вижу что это есть истина а я борюсь против этого вот это хула на духа святого значит свидетели иеговы делают хула на духа святого да получается они же не видят что именно они же православных не считают что они истинно верующие они считают что мы заблудшие они только единственное правильное которое понимает то есть они тут непротивление именно что как вы думаете что они видят что мы как сказать в истине поклоняемся богу они нас хулят я же сам был свидетелем гола я знаю что был так научил я так и говорил но они считают что это действующая сила и мне говорят а кто такой дух святой а как его зовут это вот хула и есть я так думаю осипов хорошо объяснил без всяких я думаю да да слава богу по определению осипова получается большевики не хулили дух святого не был большевиком не знаю как за них можно отвечать но такое очень узкое определение у осипа мне так показалось ну как если человек сам осознает что он хулит истину что это есть истина то это есть хула на духа святого ну да получается то что когда храмы взрывали разрушали расстреливали попов епископов то есть получается хулы не было они же были атеистами получается они не хулили духа святого ну вот согласно определению осипова я думаю то что они хулили духа святого будучи как можно хулить того в кого не веришь да поэтому я говорю что для меня какое-то очень узкое определение оно хорошее но очень узковато осипов атеист он говорит что бога нет и все нету никакой хулы наверное я так думаю может я не прав ну да я чисто свое мнение высказываю почему-то мне вот сразу вспомнилось когда 17 год гражданская война репрессии они я думаю они не против истины воевали а они наоборот у них была своя истина они думали что попы врут что попы обманывают народ что это опиум для народа что они обманывают а ну сам внутри себя он понимал что поп правду говорит если они правду говорили так может быть революции то и не было свои же православные эти храмы то и ломали а для чего они ломали то поверили вот этим вот что все равны что грабь награбленная почему поверили это уже может вина этих самих попов и есть что должно не было проповедано евангелие как должен поэтому тут вопрос такой сложный может добавить да конечно хула на дух святого это четвертый грех против духа святого первый грех кто духа божий не имеет тот не его второй грех против духа святого это противление духа святому на мой взгляд и 3 третье огорчение духа святого и 4 это уже хула на дух святого если попросите разъяснить давайте попросим разъяснить Игната Тихоновича что это значит был бы рад услышать можно я скажу Марка 22 глава 3 глава 22 стих а книжники пришедшие из Иерусалима говорили что он имеет зевула и что он гоняет беса в силу бесовского князя вот это хула на духа святого что он делает силой божьей они говорят что он волшебник зевула изгоняет ну когда он еще исцелял тоже да хороший стих бесовской он изгоняет лечит больных а они духом божьим божьим называют патанин вот так да по моему разжевали уже эту тему вот так час прошел у нас давайте у кого вопросы может быть накопились пожалуйста Игнарь Тихонич можно я вопрос задам как раз таки вот про дух святого мы говорили такой вопрос вот на пророков в ветхом завете сходил дух святой и на апостолов сходил дух святой может быть я некорректно вопрос формулирую но это один и тот же дух который сходил на пророков и на апостолов и который вот при крещении креща ему дается это один и тот же дух или это как-то разные какие-то вот субстанции были до жертвы Христа и после жертвы Христа духи разные да Сергей Павлович да там же он умолил отца показывая что вот грех искуплен там еще не был грех искуплен но дух святой был вот интересный вопрос Игнарь Тихонич пожалуйста ну вначале Ахулина Духа Святого когда говорили вот последний я не знаю кто там он и говорил осознавать действия Христа нельзя было с обычной меркой что он подавал какие-то травы занимаясь какой-то йогой дыхательный аппарат там отработали нет явно видно было что одним словом не прикасаясь к человеку возвращал зрение проказа лепра вообще не исцельная была по сегодняшний день то не могут там профессор Мацуда изобрел и то не всегда она действует японец то есть это все делалось явно нечеловеческой силой нечеловеческим умением врачевать это делал Господь объяснение никакого нельзя было вот поэтому такой вопрос вот у нас в университете когда были занятия люди приходили ну так научены были а вопрос задавали ну вот у нас тут баптисты вот они говорили о Христе и там наркоманы были кто-то покаялся перестал от Бога это были или от дьявола они же сектанты еретики этого просто прямо вплотную подошел к этому но он может своей силой обратить его когда он в это уже увяз весь человек себя может вытащить за шнурки ботиной говорит не может значит на этой стадии независимо от того кто он такой это от Духа Святого никто не может назвать никто не может назвать Иисуса Господом как только Духом Святым я говорю баптисты признают его что он Господь да но в данный момент вот в этом участке жизни в этом участке произносимых слов это от Бога надо просто видеть далее они застывают на этой ступеньке и дальше начинают наворачивать в обратную сторону явно что это было от Бога одним словом это делает Бог ну а может дьявол это тоже делать подражательно что-то может а что-то не может это вопрос более сложный мы видим Моисеева чудеса они начали повторять змеи и они жезл бросили змеи но Моисеев жезл пожрал те то есть результат от другой ну до определенного момента они что-то могут а как но если ты ничего не знаешь ничего не ответишь а вот это может или не может опыт подскажет вот это могут а вот это не могут дьявол будет делать практически все что делал Христос но призрачно ничего этого нет на самом деле был такой колдун его звали Кенопс это житие святого Яна Богослова и он прямо на берегу люди стоят он оборщает где отец утонул утонул я его могу вызвать сейчас достану его и в море а он прочитал молитву его волны замкнулись и он больше никогда не вышел значит Кулана Духа Святого когда явно человек он даже не знает как назвать но не человеческая сила это делается от проказа исцелился слышно слышно ли такое что-то слепорожденный глаза вдруг открыл и стал видеть все говорят не видно от века это а это демон делает вот это Ихулай есть явно Божье проявление милости своей и они на это действие Христа это называют ненависть не просто к словам а к самому делаемому добру добро он делает да добро ненависть к добру а всякое доброе дело от Отца Светов всякое доброе даяние от Отца Света эти слова надо как раз в поддержку взять тому что мы думаем вот сегодня наши православные очень часто до этого скатываются а может так вот человек неверующий там где-то или там бывает верующий смотрит за другим подсматривает я конкретно могу сказать по своей жизни я говорю ты с таким встречался да встречался ну встречался не один раз не два раза десятки раз ничего нет ну вот его привезли ко мне сюда он полтора часа два-три там побыл больше то и не был вышел все отрекся еврей сейчас православный батюшка ну своей ли силой нет сектант еретик он такой бесовская сила сатанинская то есть это богохульники боевого там ничего нет никакого образования у меня нету прессить ничего его не мог дать ну явно дело что господь сделал это господь избирает свой сосуд и через него волю свою исполняет на мне очень многие зубы обломали вот они заходят и ну возьмите вот сейчас головина то есть и считай добивают уже лежащего ну он то что сделал то то что я то говорю это в сотни раз больше обвинений но ничего не могут сделать ну представьте все монашество а я говорю что монашество в том виде в котором оно есть принесло зло больше чем вместе взятые коммунисты фашисты масоны в разы больше и доказываю это никогда они мне не простят никогда но однако ничего не могут сделать речь идет вот 15 лет исследуют мои книги сенсорские отделы в разных епархиях отослали там дворки ну или куда дальше Теопещерская лаври там не только сведения идут и ни звука ни разу нигде не вызвали не сказали почему Бог больше ничего нету сила Божья покрыла и они не могут прикоснуться а может завтра убьют мы не знаем приходит момент и Христа распяли и апостолу голову отрубили ну дальше видно будет вот Хулана Духа Святого это ненависть к самому добру добро ли зло делать он спрашивает исцелять человека или чтобы болел а они молчали вот мы считали об этом 3-5 Марка и с гневом возрел на них с гневом посмотрел как не на обыкновенный грех а Хулана Духа Святого начавшие хулить они не могут остановиться у меня такие есть вот они сидят даже носывать не хочу вы видели там они благовест двое сидят трое здесь поносят а один выворачивается говорится до гузна из баптистов пришедший он никто совершенно никто баптистов не надо крестить это церковь то другое и они ничего не видят они ослеплены ненавистью злоба вообще отнимает разум а он этот на меня все сатанинское собирает и говорит мне никакого вреда нету а он проходит какое-то время и начинает я хочу покаяться то другое то есть он не может ничего сделать вот и ответ относительно этого греха не знаешь кто делает промолчи исцеляет да исцеляет как у сектантов исцеляет да а у мусульмана и у мусульмана исцеляет солнце восходит над злыми и над добрыми тебе трудно это вспомнить было бы вот этот вопрос охуленного духа святого ненависть к самому добру тогда понятно делается а не то что знал не знал как Осипов говорит абсолютно неправильно говорит что знать то они знали добро или зло Христос поставил вопрос в оголенном виде что делать и они молчали они ничего не сказали и он с гневом воздрел на них много ли с гневом смотрел на них второй вопрос какой второй вопрос был про сошествие духа святого я просто вспомнил вот в ветхом завете дух святой сходил один и тот же дух тот же самый дух понял один и тот же дух и духа святого мы символ веры как считаем истинно жилотворяющий и жилотворяющий исходящий и с отцем и с поклоняем и славим глаголов что о пророках в самом символе это заложено от отца и сына от отца исходящего сына с поклоняемой и славим и глаголов что о пророках то есть он в пророках это дух и говорил который сошел а чего тогда не хватало он вопрос еще ближе поставить когда он воскресший говорит дунул и говорит примите духа святого кому простите проститься то есть дал власть духа святого только на одно прощать грехи а на проповедь силы нету должны были ждать когда сойдут огненные языки вот и все ответ ясен спаси Христос да Игнатий Тихонович поясните еще про прелесть разговор был прелесть что такое прелесть прелесть а кто это говорит так вы спросите вы спросите что такое почему меня спрашивают я это слово не произношу у них все что не по их это прелесть вот допустим Господь апостол Павел пишет святым избранным я отношусь к ним или нет я себя уверовал я избран Богом я уже с детства наблюдал что делали никогда это прелесть 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 все а я грешный многогрешный супергрешный архигрешный это не прелесть на кого это привлечет никого и вот они боятся я сказал когда ой это последняя буква я я последняя буква я говорю она первая она по-славянски по-русски говорила с ней я а аз а а аз это первая а во-вторых что сказать конкретно скажи что я должен сказать ты задал мне вопрос скажите кто вы а я еще состою из этой лысой головы состою наверное что-то под головой еще там это под черепом есть я тебе и говорю почему Яков говорит покажи Яков прямо покажи веру твою без дел твоих а я я покажу тебе веру из дел моих я и показываю дела которые делает Господь и добавляю это невозможно человеку сделать а у него ничего нету и он никогда этого не видел чтобы это было говорено и он в панику впадает а вы говорите я я речь о том что когда меня арестовали то Московское КГБ Москва это лучшее КГБ они считали то что здесь сделано это несколько делов работают в тайге а когда арестовали оказалось один человек хотя я не один был и друзья были ну мозговой центр здесь был я делаю то что никто не делал я вижу никто не делает этого вот советское время это конец 70-х годов мне никому Бог это не доверил читать Библии и распространить интернета не было дальше катушки как трудно было доставать насчитать надо было чтобы люди слушали почему никто это не сделал я один вопрос задаю почему никто это не сделал нигде второе творение Анна Затауса 12 томов это большой труд почему никто не насчитал ну припечатали бы почему а вам гордость не подходит мне настоятель говорит что ваш голос слушает везде я говорю знать не знаю у меня зуб болит уже смеюсь теперь жития святых вы знаете знаете я их классифицирую на каждый день разные века из 12 томов 365 дней я не могу сказать ты я должен сказать я этого никто не делал я это моя личность я вытаскиваю первый век отдельно идет он на нашем сайте на нашем я буду множеством все говорят а кто тогда наши я и господь мы вдвоем вдвоем никого больше нету и мы двое во множественном числе успокоитесь чтобы теперь начинаю насчитывать составлять каталоги легко находить на какой дорожке на какой минуте почему это никто не сделал грамотно почему Осипов это не сделал нас близко не допускали к семинариям а он профессором был что тут непонятно маленько глаза открой что же непонятно такое гонение на церковь а он профессор любуется награды получает вопрос определенный четкий конкретной личности я иду по тюрьме по тюрьмам а они по заграницам ездят разница есть или нет или не доходит но он ни одного не может показать обращенного ни одного а профессор доктор богословия Павел Бочков пишет но тысячи людей тысячи которые пришли говорит через Лапкина Игнатия Тихоновича вы куда денете-то и всех до одного направляет в московский патриархат маленько так гляньте это он уже свои выходит говорят как Андрей Кураев при чем тут я моего ничего там нет еще раз говорю нету этого нету если ты считал стихотворение которое моя рука написала я их своими не считаю а можно сделать не можно это невозможно просто стихи я их не называю стихами проповеди в стихах ну маленько посмотри это 4 тома по 800 страниц до одной строчки занятые страницы 42 строчки на странице по 800 страниц 4 тома а много или мало Пушкин Лермонтов Некрасов Александр Блок 4 это меньше так это вся жизнь ушла у них а здесь только 9 месяцев и рукой все написано и в черновиках ни одной помарки нету с чистого листа писалось я просто успевал только писать как это может быть не знаю я сейчас смотрю их разбираю и кое-как до самого смысла дохожу там стройным подтекстом идет иногда а что они не знают они в ужасе все они падают и поэтому понятно слово я оно убивает их а я должен что сказать я не делал я буду такой зложец как они Христос это им сказал вы меня спросили кто я такой я вам сказал православный христианин которого Господь избрал и повелел и я сделал жития святых изданных добротолюбие опять тому никто не насчитал первое опять же мне пришлось это делать человеку не имеющему никакого образования духовного что так завновались я и должен это ответить мы будем стоять друг против друга с Богом как как Ев разговаривает он не сестюкал с Богом говорил вызови меня на суд Господи я прав буду ты не справедливо мне наказал вы забыли это и далее что получилось из этого друзья пришли Бог ни от кого жертву не принимает пусть принесет жертвы пусть он молится от них даже молитву не принимает а говорили правильно три князя пришли Бог расставил все по своим говорится отдельным клеточкам чтобы видели и читали и помнили многострадальный Иов я говорю вы можете так сказать что за 9 лет было издано в бумажном варианте 38 томов так я занимался еще и версткой сам с 9 тома может это сделать человек все говорят это невозможно это абсолютно невозможно посмотри какие книги 752 страницы в каждой так о чем мои книги это не просто автор сидел и выдумал писал я в любом вопросе ссылаюсь полностью на Библию на жития святых на труды святых отцов и на каноны 4 параметра осипов скажет хоть один ответ ни одного ни один не отвечает почему пусть они этот ответ сами разберут почему мне эти вопросы задают а кто должен я отвечаю они ни один не ответят и не знают этого то есть он никогда не считал и не знает сколько нарушается канонов сколько действующих ни один профессор не знает а вы знаете я знаю три года занимался переводил оставлял симфонии на них и все и пусть они покажут у меня время было уже два с половиной часа на сон уходило это моя жизнь моя биография я перед Богом отвечу за нее и их просто в ужас кидает что они со всеми университетами не сделали малой части того что Бог сделал через эту гнилушку Бог сделал моего там ничего нет это и понятно откуда вы знаете понятия не имею я молился доверился Богу я говорю теперь представьте книги эти а кому они наши книги нужны правильно сказали Исаия говорит кто поверен слышанному от нас кто а у меня в каждой книге в среднем три тысячи ссылок на Библию в каждом томе так я не просто говорю а должен знать что это так стихотворение девять куплетов 36 строчек напротив каждой строчки указана книга глава и стих 36 раз найдите мне хоть одно стихотворение в мировой поэзии одно у Пушкина у Некрасова у кого-то у Шатару Саверия найдите ну найдите где-то в мировой практике со дня как со дня Адамовых этого никогда не было а как вы это догадались не знаю моя рука вывела это чтобы прочитать стихотворение мне нужно 36 раз Библию открыть еще непонятно что-то необычное делается так кому это совсем затмило глаза так мне отвечать придется за это а вы отвечаете за свои слова ясно что не ты а я но теперь дайте мне суд я требую суда Павел говорит представили про Кесаря и он оправдан был его отпустили вот весь вопрос дали покупаем машину денег нет новая газель так я кинул лозунг какую взять машину чтобы больше входило и 7 человек входило разные варианты были только Глушков Игорь сказал брать нужно газель в Нижнем Новгороде и мы купили новую с иголочки и дали поехали поехали надо было обдумать где останавливаться как ночевать что с собой пищу я до грамма все взвешивал что с собой взять на сколько дней сколько в один день километров проходить никто не помогал я обратился к шоферам никто не знает и мы не ошиблись все было вымерено вывешено и посетили не 2, не 3 а 650 городов и районных центров начиная от Владивостока до Лиссабона от Тихого до Танцистского океана были такие поездки где-нибудь или где-то даже думать не надо не было нигде и никто на это не возьмется я сейчас гляну назад и содрогаюсь даже во сне это невозможно вот на Восток ходили у нас в среднем получилось 13 дней в каждый день проходили одна тысяча и 30 километров на завтра опять тысяча и 30 километров так это советская машина-то халамага говорит а я говорю для меня она белая лебедушка и все что задумано было сделано посмотрите как карты мы разворачиваем на столе на борту машины как едем и везде молимся семикратно в день мы не бросали молиться эту поездку никто не сделал и не сделает почему чтобы поехать у него дары должны быть мы ехали с дарами с дарами хвалящийся хвались с господом прямо написано по велению хвалиться вот они замерли все теперь это прелесть сопрели в этой прелести это бездельники я разговаривал с кем которые сидели там 7 лет отец Глеб Якунин там 6 лет почти Дмитрий Дудко я близко знаком был с этими людьми у меня еще не изданное вот интервью я беру отца Глеба 16 часов он говорит не в один день продолжалось почему никто не покажет интервью которое я беру у Александра Мения эти вопросы решал кто-нибудь или нет рядом которые люди были и те все удивляются даже он у меня перехватил микрофон засмеялся ну интервьюер никто такие вопросы не задавал почему же не задавали а теперь его нет за какие миллиарды нельзя узнать как он мыслил обращается к нашей беседе я должен это сказать мне зачем скрывать город на вершине горы светильник бог зажег он ставится не под сосудом а на подсвечнике а кто это говорит сатана это говорит скрой не говори скрой не говори а почему а тут вопрос такой когда ты молишься или делаешь не знает рука правая и левая а здесь правая и левая работали скрывать не от кого правая и левая почему ты получишь похвалу а вот как раз похвалы и нету. На углах улиц останавливаются молиться. А мы вот молимся здесь по скайпу, выставляем, весь мир видит. А почему? А какое тут надмене? Вы получили уже награду. А какая награда? Кирпичом по голове? Ну, маленько-то гляньте. Злоба помутила, говорит, мозги. Ну, повторите это и скажите, вот, ну, киньте лозунг. Скажи, пять Нобелевских премий присвоят тому, кто напишет столько книг за девять лет. И потом по всему миру развести. И в Австралию посланные. Маленько-то что-то надо глянуть на самого себя. Я и должен-то сказать. Господь меня избрал на это дело, и я сделал. Выполнил волю Божию. Более всех их потрудился, как Павел говорит. И никто его в этом не обвиняет. А мне нужды никакой нету. Гордость. Я понятия не имею, почему у меня я сейчас в чат рулетки, что делаю? Месяц и двадцать дней. Месяц, и двадцать дней. Повторяю. Если кто не знает, в месяц и тридцать дней. Пятьдесят дней. Пятьдесят дней ровно. И уже составлено примерно двести двадцать роликов. Двести двадцать. Это в среднем четыре с половиной ролика. Каждый день. Каждый день с выходными. Какие ролики? Вот Сергей Павлович выставил позавчера. Полторы минуты. Вот тот же день у меня ролик один. Час двадцать минут. Один ролик. И посмотри, как беседа с мусульманами. Мне сейчас пишут, этого никогда не было и никогда не будет. А они все готовы. Бывает с одним человеком такая беседа. А как вы знали? Какой подход? Я ничего этого не знаю. Повторяю, у меня ничего этого нету. У меня есть только одно. Вот. У меня больше ничего нету. Я отвечаю на вопрос. Вот вы беседуете тут с чем-то несогласное, то другое. Что-то не договорились тут Вячеслав Семенов. И я сегодня уже три часа, как говорил, думаю, так и выйдет на меня шахмат авторик сейта. Уже все молятся об этом наши. Я сел за стол, аппаратуру настроил. Никого нету. Ну, значит, он еще не ознакомился с трудами. Он подходит очень тщательно. Мне это понравилось. Я должен ему что-то показать, чтобы он больше ознакомился. Он понимает, он еще не понимает, что натолкнулся находит. Что он может ознакомиться? Так только верхушки содрать. Где он познакомится? Если на сайте я отвечаю на 4124 вопроса. Вопросы, которые задают в университетах. Пусть в письменном виде Осипа покажет, какие вопросы задавали ему. Согласно 4-х параметров. Что говорит Святая Библия? Он ни разу не сошлется. Что об этом говорят святые отцы? Он передергивает факты. Что говорят каноны? Он их как будто в руках не держал. И что говорят жития святых? Вот на каждый вопрос 4 параметра и плюс. Ну маленько так глянь, что Бог делает-то? Возьми 26-й том. 26-й том, не открытым окном. Стянет 752 страницы. Я студентам отвечаю не где-то. На каждый вопрос отвечаю по 4-м параметрам и плюс. Что по этому вопросу? За 300 лет говорили 300 поэтов России. Повторите для себя. Кроме того, что Библия святые отцы жития святых и каноны, я студентам говорю, буду отвечать к этому добавлять стихотворение. 300 поэтов России за 300 лет что, мозги проворачивать? Нет. А много или мало? 20 тысяч павелов. Я должен в голове проворачивать. 20 тысяч павелов. Конкретно по теме. Вот вопрос задают студенты. Какое участие приняли поэты России в подготовке революции? Ну и что? Ну задайте вопрос в литературном институте Осипову. Он в ртане раскроет. Но я сказал, на каждый вопрос буду отвечать шестью поэтами. На каждый. Вот откройте здесь в интернете на нашем сайте. На каждый вопрос шесть поэтов. Разные эпохи. Но именно стихотворение, в котором об этом говорится. Или отношение мужа к жене. Ну кто знает об этом? Ну может быть одного где-то назовет, да и то вряд ли. Это Бог делает. Какая-то там стихи пишет крымская фамилия. Фамилия крымская. Я ее не знаю. В Санкт-Петербурге она. И она оказалась в друзьях у меня. Так вы стихи пишете, да? А вот я вам напишу стихотворение. Вы догадаетесь, кто это? Она куплетик мне скинула. Я ей тут же отвечаю. Полная поэма называется Ода. Горрила Романовича Державина. Учителя Пушкина. Она так ахнула. Всю поэму. Но она тогда уже три или четыре куплета дала, которые никто не ответит. Я ей тогда полную главу дал. А в полной главе кажется двадцать восемь куплетов. Григория Нарикоти. Армянский поэт. Такого-то века. Она чуть не упала. Да если бы была рядом, я бы тут же с вами встретилась. Какие мы были бы друзья? То есть она редчайшего поэта задала. И в ту же минуту я ей ответил. А как вы узнали? Я не могу ответить на этот вопрос. Он у меня всплывает, я говорю. Ты посчитай которые стихи мне Господь позволил написать три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений под девять куплетов. Да еще указать с какого места. Это абсолютно неподсудно, неподъемно. Это делает только Бог. А что я получил взамен? Взамен ничего хула. Я говорю, мне пришлось заблокировать за семь с половиной месяцев семь с половиной тысяч врагов. Каждый месяц на меня нападает тысяча новых человек. Тысяча! Ну, маленько-то подумай. А что это означает? А вот тут уже награда. Когда будут вас поносить как не угодно, велика ваша награда на небесах. Радуйтесь и веселитесь. Я ей благодарю Бога и за них молюсь. Каждый месяц тысячи человек новых. Те заблокированы, они уже не могут. Или тысячи аппаратов. Самые скверные пишут. Матерят меня. Что? Награда. Новые выходят. Ролики делает. Ролик за роликом делает. Там богохульник. Почему ни на кого не делает? А на меня только. Я ей избран на это. Заблокировал я их. И они не могут стронуться. Все. Они не могут глаз отвести. Ослепило их солнце Божье, любви. И они мои щипят. А что же не щипать-то? У меня голыми руками можно брать. Столько книг, столько выступлений, тысячи проповедей, тысячи проповедей в писемном виде и в аудио. и 14 тысяч 420 роликов. 14 420. Вот вы специалисты, найдите где-нибудь, чтобы у человека столько было богатства. Во временах, когда был Дионисий Александрийский, и это было во временах Карфагенского Киприяна, и третий раз подпоминается это времена Иеронима Стридонского. Люди были настолько невежественны, что православных считали еретиками, а еретиков православными. Свой среди чужих, и чужой среди своих. Я какое бы местописание не считал, я говорю, оно по мне прошлося. Почему оно мне запоминается? Вот считают Библию, стоим по Салтырь, считают. Одну букву не так прочитают, я сразу останавливаю и говорю, неправильно. Он раз за три считает, ну, и наконец буква ему открывается. А как вы узнали? Я не знаю. Так наизусть знаете? Нет, конечно. И сразу узнали. Оно у меня не проходит. У меня как будто перфокарта какая-то, она не пропускает это. Но я не говорю, сейчас стою, вижу, что мы молимся. Что тут говорить? А когда так считают, один раз решили по симфонии проверять. Ну, написали там десять слов и стали искать. Они говорят слово, а потом надо листать симфонию. Не было интернета-то. И мне Господь позволил все десять мест, где это написано, конкретно сказать, глава стих, быстрее, чем симфония. А это не две книги, это Библия. А как вы сами думаете? А я не думаю. Я просто молюсь. Людям это абсолютно непонятно. Я отвечаю на это слово «я». у них ничего нет, они сказать не могут. Весь ответ. А за ответами будут идти сюда. Пройдет время, они будут понимать, что было, где были, где могли взять. вопросы. Игнат Тихонович, помните священника, отец Петр Михалев? Конечно. Я ему вот скидывал ссылку, чат-рулетка, где вы с мусульманином Камилем как раз-таки ему позвистовали. Вот, ему очень понравилось. Я вот просто вам передаю. Я не иду тем путем, которым шел Данил Сысоев. Так вы его обсуждаете? Нет, я вас считаю священным мужчинником. Ну, как он говорил там со старобрядцами другими, это никуда не годится. У него никакого опыта не было. И это не прелесть. Нет, 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 мы как раз-таки с отцом Петром это обсудили, он сам подметил, что совершенно иной, другой подход к беседе с мусульманином, нежели чем у отца Данила Сысоева. Да, абсолютно, да. И ему эта беседа очень понравилась, я вот просто решил передать вам, чтобы вы в курсе были. это маленькая беседа какая-то, таких-то бесед сколько было в дороге, до час рулетки-то сейчас уже сколько было. Каждому человеку свое, вчера, я сегодня об этом говорил, и Володя считает, а он лежит, и видно, лежит просто. Ну, даже глаза не открывают-то. Но у меня внутреннее уже побуждение поднять его. А попробуй поднять-то. Володя, стой, больше не считай. Я ему говорю, встаньте, встаньте спящий, воскресенье из мертвых-то. Он вдруг поднимается и одевается. Я в чат-то рулетки. Это все записывается у нас. Уже ролик этот, отдан в обработку. Проверить, там нет ли худых слов. И далее, он начинает говорить, для меня сегодня рубеж, он решил в этот день вроде на себя руки наложить. Это все в интернете будет? Почему он на себя руки не наложил? Я говорю, потому что я еще к вам не пришел. Вы должны были это услышать. Я простые вопросы задаю, на которые никто не ответит. Я простой вопрос задаю Осипу, всем профессорам. Когда был написан канал Андрея Критского? Тот-то скажет, тот-то нет. Почему он его написал? Я стал говорить, даже игумен, отец Кирилл Сахаров, говорит, а я это не знал. Так у него академия, семинария академии, у меня же ничего нету. Почему я должен знать? Но дело-то не в этом. Дело в том, что как он написал, по-другому его надо написать было или нет? У них вопросов таких даже в эмбериональном состоянии нету. Я говорю, что этот канон покаяния, как 50-й псалом, вызван грехом. Андрей Критский подписал анафему 6-му Сиреновскому собору, а потом до него дошло. Что я сделал-то? И он, вот это из него Бог выжил, вот это. Так теперь этот его канон надо поднять на вторую ступень. Он написан для оглашенных. Как для оглашенных? Это докажу в 5 минут. Верующий не может эти слова считать и говорить. Но дальше-то слушай. Теперь я его поднимаю. Я поднимаю. А кто? Это не сосед поднимает, никто. На вторую ступень. Составляя все те же самые моменты, те же события, библейские, 254. И третье словословие. Сегодня уже запрашивают по интернету, где вы взяли то другое. И где я не взял. Просто Господь вложил, я и даже и не брал это. И уже это все расходится. А сколько он канон простоял? 1200 лет простоял на одном месте. 1200 или даже больше чуть. Ну за 1200 лет-то, ну сколько ж людей-то было. И каждый год считают его сколько раз. Ну почему же никто не остановился, не сказал? Это для оглашенных. Ну церковь-то набита не оглашенными. Людьми верующими. У которых зрелый возраст. Повторяю, не один за 1200 лет. А то о чем-то говорит. А почему не написали? Я отвечаю так, как есть. Потому что я еще не родился. Ой, гордость прелесть. Но я буду смеяться, говорить, вы даже не знаете, где я юмор говорю. Без юмора ты из дома не вылазь. Сиди там со старообрядцами. Там изгниешься в этом болоте. Теперь возьмите. Блаженов я пил акт. 900 лет назад написал. 900 лет. Но почему никто не прокомментировал его? Вот я трехтомник издал, по милости Божией. По милости Божией. С картинками никогда не было. Впервые мы выпустили. Притом раскрасить прежде 230 иллюстрации Густава Даре. Кто имеет? Скажите, у кого есть трехтомник мой? Наш. У меня есть. Так, один. Еще. У меня есть. Два. У всех есть. У меня еще. У меня есть. Теперь скажите. Ну, я понял уже. До этого издавали сколько? У меня есть. Глава стих не найдешь. Здесь каждый стих выделен другим шрифтом. 230 картин и 297 комментариев я даю. 297 другим шрифтом и отчеркнуто. И 10 еще рисунков как раз на эти комментарии. 240. по 80 картин в полный лист без полей. Ну, кто имеет видит. И каждая картина подписана откуда глава и стих. Густава Даре. Иллюстрация Библии. Скажите, которые получили эти книги, кто раскаялся, что тебе не понравились? Я на похвалу нарываюсь. Понравилось, нет? Игнатик, конечно, нет таких. Вы что? Конечно, понравилось. Понравилось. Всем понравилось. Даже в подарок покупали. Я просто хочу, чтобы вы Богу благодарны были. Своим я это не считаю. Постоянно. Вот. Теперь выделены жирным, крупным слова о необходимости проповеди любви к Библии. Почему никто не выделил эти слова? Это главное, чего не хватает в православном-то. Почему за 900 лет никто нет? Я отвечаю, потому что я еще не родился. У меня другого ответа нет. Почему? Да потому что мне это Бог доверил-то. Пока я не родился, никто не мог сделать. Я родился, Бог говорит, делай, а дальше вопросы не задавай, а то я это отниму. Улыбнитесь за это хотя бы. Вон они показывают уже, Сергей Павлович. Книги-то какие, вот видели их, они в библиотеке у Путина, у Патриарха. и сделать, труд такой положить и раздать бесплатно. Дальше продолжить эту работу. Я начальник детского лагеря, основатель его, 45 лет, и с детьми вместе купался и ходил путешествий везде. Вот она. Смотри, какие показали. И в эти годы, когда я писал, я ни разу не искупался. На костер даже не с детьми не ходил. У меня не было времени, уже это было. Почему? Я знаю краткость жизни. Вот они теперь книги. Книги эти остаются. Они в библиотеке имени Ленина в Москве. Попы гоняются. Вырвать, сжечь не удастся. У королевы Дании они не вырвут из библиотеки. В парламентской библиотеке Москвы, в исторической библиотеке Москвы, в парламентской в национальной в Киеве, в Одессе, в Николаеве. Я беру про Украину только. Это Бог сделал. Повторяю, это Бог сделал не я. Не дал каких шоферов дальнего, это, дальнобойщики. Здесь Кручина Николай Павлович и Александр Сергеевич Марьясов в другой раз. И команда была. Шоферы менялись. Менялись, а потом вот на самой дальней поездке проехали такие вот. Это надо было все абсолютно обдумать. Найти средства, а средств нету. И только помолился в этот же день средства, как с неба Бог опустил. Незнакомые люди совершенно просят принять деньги. Только на бензин в одну поездку мы потратили 440 тысяч. Что, непонятно-то, что? А у меня пенсия 8 тысяч, 141 рубль 33 копейки. Это сегодня, а тогда и этого не было. Это Божье дело. Я так и признаю и говорю, это Бог сделал. А, это прелесть. То есть у них ничего больше нету. Я покажу тебе веру из дел моих. Я ее показываю. А ты мне покажи без дела твоих. А что ты покажешь? Что пустота? Ничего и нет. Говорят, милости прошу к нашему шалашу. Игнатий Тихонович, а подскажите, помянник у вас как выглядит? Вы там пишите, например, фамилии священников, чтобы знать конкретно за кого молитесь. Много же имен повторяется. Как у вас это выглядит обычно? Как? Перечислить надо? Нет, просто показать. Я вот для себя хочу помянник тоже сделать, может быть. я скажу так вот. Первое, я начинаю сразу. Отца Якима, брат родной. Дальше Павел, Павел, рядом который, Павел по местности. Дальше отец Геннадий Паст. И дальше люди, которые обратились, на которых я имел влияние. Поменяю Амбросия Юрасова. Скажите, что вы все это на память цитили? Ну да, на память. Вот, имеется в виду про запись. А запись, она в записи есть. Игнатий Тихонович, Амбросия Юрасова вы тоже обратили? Да нет, молюсь о нем. Молюсь о нем. Он приезжал несколько раз. И мы дорогой шли, беседовали как-то, он ехал тут исповедовать наших друзей. И он на дороге вот так остановился и дальше не идет. Да почему вы не печатаете то, что говорите? А я в то время даже не думал. Да понимаете, нам в Академии преподавали эту схоластику. Я нигде применить не могу. Вы то, что говорите, руками пощупать можно. Вот то, что я не был в семинаре, в Академии, это главное у меня похвала от Бога. Мою совесть никто не корежил. А Иосифов, то он их тысячи перепортил. Вот который не крестит. Это его все выкормыши. Он крещен или в полном погружении? Ты что, спроси, так он не ответит. 83 года или сколько и все еще бреется. В масонском галстуке сидит. Что тут непонятно-то? У него награды президент награждают, а у меня только раны. Раны, выкрученные руки, морозилки. Ну, разный путь-то все-таки. Он учился, сколько на его государство денег тратило, а на меня ни одной копейки. Это тоже что-то значит. Трудная тема, но я должен отвечать. Вот я приезжаю, меня никто не знает. Вот я приезжаю, допустим, в Дагестан, приезжаю в Турцию, кто обо мне знает там, в Германию, во Францию, кто обо мне знает. Я должен, у меня отводится на все определенное время, не больше полчаса максимально, я должен сказать, кто я, а это должно привлечь человека. И дальше я должен вызвать доверие к книгам, которые они берут. У меня задача такую, которую никто не ставил. И каждый раз едем где, передо мной стоит задача. И она была выполнена. Это не день, не два, а 650 библиотек. Да еще людей соберут, библиотекари, там, кто, читатели здесь, и перед ними выступить надо. И это все заснять. Сделайте, что-то трясись-то. Призновите людей. Так, вот Арсен Тиванен зашел тут, кажется. Э, ты что же не прислал мне фотографии-то? Арсена нет здесь? Написал только. Игнать Тихонович. Ой. Это слава, слава. По поводу Алексея Шахмата. Ну, как? Я, наверное, неправильно, наверное, не надо было мне написать, чтобы вы не ждали. Я что-то не понял, что вы ждете даже. Вчера даже мы разговаривали, как бы даже речи не было о том, чтобы он как бы сегодня выходил на связь. Я так понял. Вы меня спрашивали, когда я сказал. Я понял, что раз в ответ ничего не написали, мои условия приняты. Ну, да, нет, просто не шла пока у него, мы когда с ним общались, он уже сказал, что пока речь как бы не идет, что как бы сейчас, в данный момент выйдет на связь. Но что будет пока изучать, будет спрашивать у своих... Это все я понял, понял, но вы меня спросили, когда лучше. Я ответил в воскресенье, в 11 по Москве. А раз ответа не было, я понял, что условия приняты, я сижу здесь все, забаррикадировал со своими этими приставками. Я его жду, его нету. Я размонтировал все. Если честно, простите, я не понял, что вы ждете его. Да нет, ничего, все это позади. Дело в том, что меня спросили, я ответил, возражений не было, я и понял, что утвердили. Ну да. Я не согласен. Ну вот, и дальше я хочу рассказать тогда. Дальше я ничего не знаю. Говорите, как ли, что я готов, но только в это время с 4 до 4 по Москве. Да, это все я передал, конечно. Легко запомнить. Я хотел людям, людям сказать, еще людям, что он мне сказал, что он будет у своих подписчиков спрашивать о том, знают ли они вас. И вот, то есть, скоро, вот я вот выставил канал, сейчас вот здесь бросил ссылку, он, наверное, будет спрашивать, то есть, в своих видеороликах. И чтобы вот люди послушали. А зачем это делать? Ну, я не знаю, зачем, он так сказал. Да, апостол Павел это отвергает. Нам не нужно, говорит, чужие свидетельства о вас. Вы письмо, считаемое нами. Ну, а обо мне что скажут? Да, Христе, ты пойди теперь по всему Израилю, спрашивай, кто он такой? Они его в аду поместили, погруженного в дерьмо человеческое, и дальше, и дальше, и дальше. То есть, они не знают, а Богородица кто такое? Кто такая? Ну, давайте спрашивать. Еще они ответят. Он должен спрашивать то, что есть у меня, и на это смотреть. Конкретно. А похулить могут любое дело. А почему похулить? Потому что оно божественное. А они движимые духом зла, духом зависти. Предали Христа из зависти. Пилат знал, а они и никто не знали. Я говорю, Иосифа предали братья из зависти. Написано. Стефан говорит, предали. Но братья, они бы возразили, как мы из зависти? Да кто он такой мальчишка-то? Подумаешь, там халат цветной ему шил отец. Писание не ложное, говорит, по зависти. И то, что со мной они делают, и говорят по зависти. Но на меня никак не влияет. Никак. Пока они там крутятся, я уже в чат рулетки работаю. Заблокировали одно место. Сергей здесь, Евтушенко. Очень хороший помощник. Он мне открыл другой канал. А теперь с того сняли, у меня сейчас два канала открыто. Там на 15 дней, кажется, заблокирован был. Вот так. У меня нет ни одного слова, которое по книгам или где-то. Одним послал, а они не получили. Не получили. Книги вернулись. А это очень дорого на Украину. Очень дорого. При моей пенсии это убийство. Их нету. А почему нету? Я пришел, мне не отдают книги здесь. Выкупить надо их. Я говорю этим работникам, главпочтам, то я раздаю сейчас, распечатайте, я вам подарю. Нам это нельзя делать. Я не могу ни выкупить, ни подарить. И она лежит. Лежит, чем дольше лежит, тем дороже выкупать. Ну, в общем, я ему отправил. Тот человек приходит, пишет, я вам деньги выставил, а почему мне книги не пришли? Я говорю, а где вы были в мае месяце? Да-ка я уезжал, в отпуске был. Да хоть кого-то оставили бы. Ну, ладно, я оплачу. Нет, это я вам оплачу. Я заново посылаю за свой счет. Это же случилось в Дании. Они переписывались, переписывались, и там получили книги. Полиция требует отчет. Все отчеты дали на английском языке. Перевозчика надо было искать. И книги вернулись назад. Я должен опять их выкупать. И опять тот, кто выписывал, и он знает, что они лежат, ему их не отдают. Я опять с него не взял, сам все оплатил. Вот и все. Это не просто послать книги. Как бы не Володя, тут еще бы и не было. А Володи даже не было. Я на тележку положил, это тут остановок пять автобусных. Я должен был на себе тащить, и там сидеть, и писать, и посылать. Возьми это на себя. Тогда я контролирую этот вопрос, мы с ним списываемся. Я ему отправил. Так я ему и все вкратце вообще про вас рассказал. Так все про вас. Сейчас идет, допустим, отзыв. В суде требует отзыв. Я сужусь с коммунистами. И сразу дают характеристики. Профессорский состав, там где-то академик. Но это можно принять? Это прокуратура края, как уважительная. Депутат Государственной Думы здесь. То есть я сразу обращаюсь к людям не нашего круга. Ну и наши тут сказали. Которые рядом, которые видят, которые знают. Вот наши собрали здесь, 15 человек написали. А одна, она все это вместе видела, повторы убрала и дали характеристику, которые суд затребовал. Я могу эти все характеристики дать, но они ничего не добавят. Нисколько. Я же не могу сказать. Пусть он молится, ему Бог откроет. Я сказал, сослался на сайт. На сайте все мной начитано. Фильмы государственные. Вот у нас здесь был губернатор Евдокимов, Михаил Сергеевич. В автокатастрофе погиб, и он был друг президента Путина. И Путин прилетал сюда. Ну и была сопроводительная машина, она никак бы не помогла. Ну, милиция сняли ее, ну и генерала этого, который лично мне знакомый, помогал. И вот сразу Путин снял с работы. А его вины-то никакой нет. Совсем никакой нет. А какое отношение к разговору имеет? Да то, что эти люди давали характеристики. Давали. Ну, вот я еще всяких других же много материалов ему скинул. Допустим, он брал интервью у Быкова, а я знаю, что к вам Быков приезжал. Я ему статью вот эту скинул. Потом видео вот эти, которые заняли первое место, там отдельно поэт поскидывал. Потом непосредственные всякие, которые могут понравиться, там, про вора, там, про, вот, как вы там, приезжали куда-то. Ну, чтобы впечатление, как бы, правильное, чтобы у него легло. Ну, и критические материалы тоже. Я скинул на сайт. На сайте там все есть. Все абсолютно. В Ютубе я тут выбираю конкретно. А что обо мне скажут? Да разве так делают? Что обо мне скажут? Я буду считать. И что ты узнаешь? Если я сейчас считать о Путине, только что говорят, о нем пишут, или о патриархе, то больше их злодеев в мире не знал. Ты по делам смотри, живем мирно. Ну, он как бы имел в виду, что вообще слышали ли, а там же у него подписчики-то половина-то, больше чем половина, это кто Головина слушает. А они-то о вас уже знают многие. И то есть они ответ дадут. От отца Владимира, может быть, знают. Сами-то они моего ничего не знают. Далеко-далеко ушли люди от Бога. И поэтому, ну, он не молится, не молится. Он говорит, я не православный, там около, рядом, так как то другое. Поэтому ему надо конкретный материал. Не что враги скажут. У него же опыт есть. А что скажут? Я не знаю, как это можно. Я смотрю, как Емельянинко-Федор борются. Отдельно выбраны там 18-26 его битвы. А дальше выбирает, где поражение ему. Я ни разу не смотрю эти поражения. Мне это не надо. Зачем? Я знаю, что не зря его императором в этом деле назначили. А где-то там оплошал не так. Да это не его жизнь. Что-то там повлияло. Я уж говорю даже не о христианском деле. Он совсем не тем занимается. Вот. Мне нравится. Я даже не смотрю, где отрицательный. А зачем? Так это действительно так. Вы выборочный. Ну, выборочный. Еще дальше. У меня в памяти отец как нас кормил и поел, а не тогда, когда пьяный валялся. Как Ной. Ной. Как бы не Ной, избранный Богом. Тогда и сыновья погибли бы. Хамом не буду. Игнать Тихонович, а в итоге по прелести-то стоит нам насчет прелести вообще заморачиваться? Не знаю. Вот можно ли о проблемах говорить? Это слово у меня из лексикона исключено. Я никому этого не говорю, слово. Потому что они в него лепят то, что им не по разуму. Вот я сказал, я избран Богом. Все прелесть. Я должен сказать, что я Бога не знаю. Тогда все. Грешный, супергрешный подойдет. А что Павел называет верующих всех святыми по жертве Христовой, они не знают. Что я рожден свыше, они это за прелесть считают. Зачем мне это нужно? Слово изгаженное. Они мулявят его день и ночь. Они этим живут и считают, что кого-то пригвоздили. Ничего нету. У него несколько значений у этого слова-то. Или вот они придумали слово окормлять. Ну ты заряди в словарь Ожигова или где-то. Что такое окормлять? Это перекармливать, отравлять. Два слова. А они куда его применили? А кто? Да священник окормляет воинскую часть. Вся погибла. Вот они окормители. Поехали в Китай на соревнования. Олимпийские игры были. И все продули в пух и прах. А благословение от патриарха получили. Замолкли. Как будто не было. Самолеты освещают. Специальный священник. Эти прессыны краснознаменные полетели в Сирию. Самолет-то разбился. И как будто их никогда не было. А уж как они плясали. Как они там пели. Как они играли. Как будто никогда не было. Полный самолет набили и утопили. Я их там в Сирии их ожидал. Мы их ожидали там. Там наш командир должен был лететь. И он пересел в последний момент в другой самолет. А этот разбился как раз в это же время. Вот я просто сказал так. Это уже. Мне это дело-дела нет никакого-то. Но главное знать, что люди такие важные как будто никогда не было. Вообще их не поминают нигде. Погубили. В одно место собрали и утопили. Ну значит в нашем духовном развитии не надо уделять время прелести. То есть учению вот этому который Игнатий Брянчанинов говорит. Не надо. Зачем это нужно-то? Зачем? Не вам, нам, нам. Я сказал, Игнатий Брянчанинов не был разъем свыше. Так на меня как напустились они. Они не знают этого слова и не жили. Игнатий Брянчанинов он жития только переписывал и все. Игнатий Брянчанинов сказал в пятом томе у него есть такое. Когда он проехал монастыри, которые у него в Черноморске там принадлежали, где он был. И вот и он нашел едва а монастырей было 1275 перед революцией. Тогда было чуть поменьше-то. Едва ли четыре монастыря, в которых жизнь едва теплится. Остались одни актеры, актер ничего не сделает. Вот это его слова. Он с другом в монастырь приехал, они сразу их возненавидели. И они, говорят, картошку чистили топором. Нигде больше не встречал такого. И заметили, как в свободное время ну другие там кадеты по девкам куда-то. И все нормально, нормально. А он в церковь и доложили сразу начальству, что он ходит и молится. Молится, как чуть-чуть так в храм. И сразу арестовать его. Допросить. Это что-то неладно, революция пахнет. Вот состояние духовных этих наблюдателей-цензоров. Он ходит в храм, он любил храм. Его обвинили в этом. Игнатий Брещанинов. Он пользуется, ну и что? Его спрашивали, какие наказы даешь? Он болел, болящий такой был. Он говорит, что не наказывают, все по-своему сделают. Это его окружение такое. Все равно по-своему сделают. Бога-то он любил, вот если читать-то его, он с детства же, как вы, с детства тянулось на молитву, на все. Просто что, получается, его обманули, что ли? Он друг царя был. И царь говорил, ты вот монастырь дал, тебе там такой захудалый, сделай его, чтобы туда можно было возить иностранных. И он это сделал. И царь ему отваливал, отваливал миллиарды по нашим деньгам. Полы с подогревом, монахи. Патриарх Кирилл и то говорит, посылаю монаха на север. А он говорит, там воздуха не хватает. Ой-ой-ой. Я говорю, да какой тебе воздух? Ты же монах. Это патриарх Кирилл говорит. Лицемеры. Вот пусть они это слово разберут. А то прелесть. Лицемеры. Мы заходим, в Большой Улуй приехали. Там меня хотели рукополагать. Времена архиерея до Кукина этот был, здесь Гедеон. Никого нет. Храм обвел глазами. Я гляжу влево, киоск, и там стоит священник за кассой. Никого нет у храма, ни одного человека, ни одного. Ну, стали говорить, я говорю, да мы проехали до Дальнего Востока, все там это. Ну, и жизни-то никакой нет у православных-то, развалины духовные. Он говорит, что вы, что вы? Да там это, там и семинарии открываются, там это, то другое. Да нет, вы что ж так говорите? Да какие развалины-то? А я промолчал маленько, говорю, знаете, я по его уже, патриарх Кирилл проехал эти места, вернулся, дал отчет, и говорит, духовные развалины. Да вы что? Я говорю, ну, наверное, так. Вот у Серахова написано, заговорил богач, говорит, и привознесли до небес. Заговорил бедняк, и говорит, а кто это такой? И сразу, ну, наверное, так. Те же самые слова, но я их подтвердил патриархам. Это Владимир Салаухин пишет. Когда говоришь, спорят. А я, говорит, решил так. Ну, как же ты споришь? Владимир Ильич Ленин, 34-й том, там, 513-я страница, говорит так, и они на вытяжку сразу становятся. Ну, тогда так. А там, говорит, я не знаю, написано или нет. Я говорю, а томата где достанешь, только у главы. И каждый раз, я, говорит, называю том и страницу, а сам, говорит, в руках не держал. Чудотворцы. Ну, ладно, спасибо. Ребята, у нас уже время кончилось, наверное. Давайте там руководителя на молитву вытаскивайте. Помолимся. Достойно есть окола и сено, блажит и Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога Наши Га, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения Серафим, безысления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тя величая. Молитесь, сигнайте. Сергей Павлович, может быть, доверишь кому-то другому? Включите. Он включен у нас. Ты кому-нибудь предложь другому, все время я и я. Вы сами меня заставляете говорить. Не слышно почему-то. Так, подожди. Нам слышно. Слышно, слышно. Сергей Павлович, Володя почитает молитву тогда. Да не просчитай, только у меня, наверное. Кому-то предложь другому, то все время мне как-то неудобно уже. Смотри, какие собрались братья-то. Давай от меня отведи это. Молитесь, Игнать Тихонич, прошу прощения. А ты меня слышишь? Да, слышу сейчас. Попроси кого-нибудь другого, я же говорю, сколько у нас тут хороших людей? Я ведь так все время тут на глазах. Ну, лучше вас никто не помолится, как вы молитесь. Давайте, Игнатьич, малый. Это прелесть, прелесть, прелесть. Нет, это не прелесть. Не выдумайте ничего. Господи, прости меня грешного. Благодарю тебя, мой Создатель, за эту святую возможность слышать слова твои. Если в чем погрешили, прости нас и помилуй. Прости мои согрешения, соделаны в ведении и неведении, в уме и в помышлении, в одни и в ночи. И все, что ты позволил сделать, сказать, это твое, Господи. Прости, если где-либо что-либо подумал о себе, да не будет этого, не нам, не нам, но имени твоему дай славу. Распусти нас миром и сохрани нас всех в святой православной вере. Если угодно тебе с этим Алексеем устрой встречу, коснись его сердца, а обрати его всем умом и всем помышлением возлюбить тебя. А тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Прости, Христос. Аминь. Спасибо.